Всем привет, с вами снова я, Фарматик. Сегодня у нас игровые новости, которые долго не выходили из-за моей лени. Но сегодня я попытаюсь сделать достаточно большой и интересный выпуск игровых и не только новостей. Присаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки с чайком или водой, но мы начинаем. Сегодня игра Horizon Zero Dawn выходит в магазин GOG.com. Данная игра была выпущена на ПК 7 августа этого года только в Steam и в Epic Games Store. Сначала данная игра стоила 900 рублей, а сейчас 2800. Официальный аккаунт в твиттере GOG.com выложили, что теперь и в их магазине будет продаваться данная игра. Но, прошу заметить, что у данной игры до сих пор много багов, поэтому подумайте хорошенько о покупке данной игры на ПК. А так, игра очень хорошая, я в неё лично играл на PlayStation 4. Ну ладно, переходим к следующим новостям. Аналитическая фирма Superdata предоставила отчёт о продажах игр, где видно, что Watch Dogs Leon побила рекорд франшизы по продажам за первый месяц. Игра продавалась в 1,9 миллионов цифровых копий. Для сравнения, приведу Watch Dogs 2 за месяц. После выхода продавалось в 431 тысячу копий. Лично данную игру я купил на Хэллоуин из-за купонов на скидку и ухватил её за 1800 рублей. Я сейчас её хочу пройти полностью и потом, возможно, выложу длинный обзор, хотя, возможно, это и не так, так как к тому времени данной игры особо никто интересоваться уже не будет. Так как уже выйдет Киберпанк, я на это очень надеюсь. Ну ладно, ребят, переходим к следующей новости. Rockstar Games выложили два трейлера самого крупного обновления в GTA Online за всю её историю. В первом коротком трейлере игроки обнаружили карту, которая раньше сливалась как новая локация для нового обновления. Так оно и оказалось! В данном обновлении выйдет новый транспорт и оружие, новый целый кусок карты, большая, даже огроменная просто атомная подлодка. И это не всё. Пока Rockstar не выкладывает полный список, что будет, но я думаю, что это будет очень крутая обнова, которая выходит 15 октября. Ну а мы переходим к следующим новостям. Телекомпания HBO объявила о том, что сейчас идёт работа над фильмом по сюжету игры The Last of Us. Над данным фильмом работает HBO, Naughty Dog, Sony Pictures Television, PlayStation Productions и World Games. Я считаю, что сюжет данной игры очень хороший, особенно для фильма. Также говорится, что сюжет данного фильма не просто расскажет о событиях первой части The Last of Us, но и дополнит их. Дата выхода фильма неизвестна, но теперь данный фильм я жду больше всех, так как я сверхогромный фанатист. Субтитры сделал DimaTorzok По всей России, да и по всему миру начинается огромный дефицит PlayStation 5. В Москве и Питере людям, которые сделали предзаказ, приходят смски о том, что консоль можно будет забрать только в январе-феврале. А вот в регионах дела уже лучшие. Все люди, которые, к примеру, предзаказали PlayStation 5, её получили 20-22 ноября. Сушу по личным знакомым. Но сейчас даже тем везунчикам, которые ухватили PlayStation 5 одним из первых, не везёт. У некоторых людей дисковод начинает пищать и свистеть, когда в нём находится диск. Это, я думаю, 100% брак, так как у многих такой проблемы не возникло. Переходим к следующим новостям. The Game Awards предоставили список номинантов на награды для игр, и, увы, на главную награду «Игра года» не смогла попасть Half-Life Alyx. По причине того, что в неё сыграло мало критиков. Впрочем, она попала в 4 категории. А именно, лучшая режиссура, лучший звуковой дизайн, лучшая игра для VR и лучший боевик. Посмотрим, что и как будет. По мне, мне кажется, просто у критиков не хватило VR-шлемов и всё. Если вам интересно увидеть полный список категорий наград для игр и их номинантов, вы можете сейчас их увидеть на своём экране. Ну а мы переходим к финальной новости. Итак, осталось вроде как две недели до выхода самой долгожданной игры «Киберпанк 2077». Надеюсь, никаких переносов больше не будет. А то я помню, что я говорил ещё в очень старом видео о топах игр в 2020-м. Тогда я сказал, что «Киберпанк» выйдет 17 апреля. Потом я говорил, что он выйдет 19 ноября. А теперь говорю, что он выйдет 10 декабря. И я надеюсь, что всё выйдет как надо и слухи насчёт выхода «Киберпанка» в 2021 году не подтвердятся. Ну а теперь к хорошему. 19 ноября состоялся «Сити Найтвайр» в пятый эпизод, который будет последним из них. В нём показали новый геймплейный трейлер, рассказали про нейросеть, которая адаптирует анимацию лица на озвучку. Показали видео, где Киану Ривз высказывает своё мнение насчёт данной игры и о своём персонаже. А также показали новые, более подробные технические требования для «Киберпанка» 2077. Вы можете увидеть их на своём экране. В общем-то, как-то так. Всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Если нет, ставьте дизлайки. Также пишите, что мне добавить, исправить, убрать на моём канале. Я так посмотрел статистику на прошлый музыкальный видеоролик и понял, что вам он сошёл. Скорее всего, я буду теперь чаще выпускать музыкальные видеоролики. Следующее видео, скорее всего, выйдет где-то в декабре, ближе к выходу «Киберпанка». После выхода я постараюсь выпустить один из первых обзоров на данную игру. В общем-то, ещё раз спасибо за просмотр, все нужные ссылки находятся в описании. Всем хорошего дня и бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok